Утонувший А-50 военно-космических сил России. Самолет, который невозможно сбить. 14 января 2024 года в сети появилась информация о сбитии российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 над Азовским морем. По одной из версий российской стороны самолет стал жертвой собственной системы ПВО, открывшей по нему дружественный огонь. По другой версии, в атаке на российские самолеты участвовали 22 специалиста британской разведки SAS, которые благодаря британским военным технологиям сумели отвлечь рэрбортов, временно ослепить и нанести поражение из ПЗРК британского производства. По третьей версии, во всем виновата блуждающая система ПВО Патриот ВСУ, установленная на железнодорожной платформе. На следующий день уничтожения такой жирной цели подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который поблагодарил воздушные силы Украины за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазове. По большому счету, уже не так важно, что послужило причиной кончины А-50 ВКС России. Давайте лучше разберемся, что же это за невероятное неубиваемое чудовище, неожиданно оказавшееся на дне Азовского моря. А-50 изделия А по кодификации НАТО, Мейнстей Аплот, советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева совместно с МПО ВЕГА, Московский научно-исследовательский институт приборостроения, на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом Шмель, установленным на нем, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной, ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом. Принят на вооружение в 1989 году. Известно, что несколько самолетов А-50 в ходе российско-украинской войны использовались для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также координации пилотов-истребителей по ракетным ударам по Украине. А-50 может обнаруживать воздушные цели, двигающиеся на малой высоте. Самолет А-50 способен обнаруживать бомбардировщики на расстоянии до 650 км, истребители до 300 км и крылатые ракеты до 215 км. Самолет А-50 имеет четыре модификации. А-50 с модернизированным комплексом Шмелем. А-50 и российско-израильская модификация А-50. А-50 и экспортный вариант для ВВС Индии. А-50 варианты модернизации серийных самолетов А-50. Летно-технические характеристики А-50. Длина – 48 метров 27 сантиметров. Размах крыла – 50,5 метра. Высота – 14,8 метра. Площадь крыла – 300 квадратных метров. Взлетный вес – 190 тонн. Объем горючего – 109 480 литров. Крейсерская скорость – 800 километров в час. Практическая дальность – 7500 километров. Длина разбега – 1540 метров. Длина пробега – 1050 метров. Максимальная продолжительность полета без дозаправки – 9,3 часа. Тяговооруженность – 0,34 кгс-кг. По данным из открытых источников, всего на вооружении РФ было 3 самолета А-50 и 6 самолетов А-50. Цена одного самолета составляет 330 миллионов долларов. Тяговооруженность – 1-2-1-2-3-5-2-6-7-7-7-8-8-8-8.